Сегодня школа молодого журналисты провела очное занятие в медиа-студии. В нем приняли участие школьники с 9 по 11 класса. Абитуриенты познакомились с нашим факультетом, погрузились в процесс обучения, ну и конечно же попробовали себя в качестве журналистов. Открытие мероприятия началось выступление Юлии Сергеевны Гончаровой, заместителя декана факультета журналистики. Она поведала абитуриентам о программе обучения на факультете, ознакомилась с требованиями поступления и рассказала о проведении творческого испытания. Во время ее выступления также велась онлайн-трансляция на ютуб-канал Журфак Иксу. Присоединившиеся могли задать интересующие вопросы через чат. Важно подготовиться, наверное, к творческому экзамену. Я знаю, из основных ошибок, это когда вы начинаете это делать накануне творческого экзамена. Ну и, собственно, наверное, все остальные ошибки, они такие решаемые, больше технического характера. Но я бы даже не назвала это ошибкой абитуриентов, это скорее их возможности. А наша задача сделать так, чтобы вступительный экзамен прошел в комфортной для абитуриента обстановке. Занятия для школьников проводит старший преподаватель кафедры политической и деловой журналистики Олег Иванович Сафронов. Тема сегодняшнего занятия это особенности работы журналистов на ТВ. Сегодня мы с ребятами поработаем с суфлером, сделаем несколько стендапов и потом порепетируем прямые эфиры. У нас будет где-то три часа, когда мы все это успеем сделать. Начали школьники с интенсивной разминки мышц лица для улучшения артикуляции перед выполнением заданий. Это хоть и забавный, но крайне важный момент перед работой с камерой. Я очень благодарна этим предметам, этим урокам, которые проходят в школе, потому что благодаря ним я стала увереннее в себе и увереннее в своем будущем. После артикуляционной разминки преподаватель задает условия для прочтения суфлера. К примеру, транслировать читаемую информацию через жесты или же читать текст в формате русской народной песни, рэпа или сказки. Фанаты заметили, что Джонни лучше справлялся с своей ролью, придавая герою необыкновенный шарм и изящность. 17 февраля 2022 года состоялась премьера... Раунд, Мария, все, раунд. Хорошо. Давай, и теперь выключаем все и попробуем почитать. Абитуриентам указывают на ошибки и хочет управлять своими эмоциями, дыханием, интонацией и жестикуляцией. На дом, конечно же, раздают упражнения для личной подготовки и проведения работы над ошибками. Мне очень понравилось работать с суфлером, потому что мне интересна эта тема и вообще атмосфера очень располагает. И даже если поначалу ты волнуешься, то потом ты уже встаешь к этому суфлеру, смотришь на этот текст и все идет как надо. Олег Иванович помогает, рассказывает, что нужно сделать, чтобы было еще лучше и вообще создает дружескую атмосферу. Еще одним не менее захватывающим заданием был прямой эфир, который проводился с разных точек. Условием было воссоздание репортажа с места событий. Два человека находятся в рубке и играют роль ведущих, задавая вопросы. А человек в кадре выступает в роли корреспондента, отвечая на них. Мне кажется, что на этом мероприятии будет интересно абсолютно всем. Мы долгое время сидели онлайн, это на самом деле не так интересно, потому что нет никакой практики, нет живого общения. А когда ты впервые выходишь на занятия, проходишь именно все сам, своими глазами, общаешься с людьми, которые с тобой на одной волне, это шикарно, это великолепно. Тем более такой прекрасный преподаватель, который наставляет только самое лучшее. Абитуриенты впереди ожидают сдачи государственных экзаменов, а также прохождения творческого испытания. Двери нашего журфака всегда открыты для будущих журналистов, жаждущих получить новые знания и ценный опыт. Анастасия Курмаева, Вероника Москвина, специальный дежурфак ИКСУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова